В Чувашии планируют создать специальные группы по изучению конфликтных ситуаций между надзорными органами и чиновниками. Это предложение сегодня внесли в повестку дня заседания межведомственной комиссии. И участники обсудили итоги прошлогодних проверок деятельности сельских и районных администраций. После того, как в Совете муниципальных образований подписали соглашение о взаимодействии с девятью надзорными органами, ситуация заметно изменилась. Взаимоотношения между чиновниками и теми, кто надзирает за их работы, приобретают более конструктивный характер. Зачастую штрафами положение дел исправить невозможно. Исполнить некоторые поручения в сельских администрациях не могут из-за недостатка средств. Часто контролирующие органы, недовольные тем, как муниципалитеты решают жилищные проблемы жителей. Но и тут все упирается в деньги. Всего в прошлом году в отношении органов местного самоуправления было проведено более 1400 проверок. Сумма штрафов превысила полтора миллиона рублей. Штрафовать чиновников стали меньше, но проблемы еще есть. По данным управления Федеральной службы судебных приставов по Чуварской республике, в исполнительном производстве по итогам 2013 года находится более 300 исковых заявлений к органам местного самоуправления на сумму более 300 миллионов рублей. Это значительно увеличивает расходную часть бюджета, как муниципальных районов, так и сельских поселений. Но порой должностные лица попадают в тупик. Необоснованными многие чиновники называют требования капитально отремонтировать ветхие дома. Решать эту проблему необходимо по-другому. Когда, допустим, 60-е или 50-е будут построены, и практически надо полновой строить, денег не хватает, что там должен стоить лицо наказывать. Это смысла нет? Может, 10 раз наказывать, а тупо не будет. Не надо комплексно смотреть, комплексно подходить и объективно оценивать. Это самое главное наша задача. Споры, которые возникают между проверяющими и чиновниками, начнет изучать и мобильная группа. Специалисты будут анализировать ситуацию и готовить доклады для плановых заседаний комиссии. На мой взгляд, создание этой группы позитивно скажется на дальнейшей работе нашей в этом направлении. Положение о создании мобильной бригады планируют разработать в начале марта. В ее состав войдут представители территориальных органов прокуратуры. Такие группы должны повлиять на решение спорных вопросов, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не обернулась судебными исками. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.